Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором развиваем инвесторское мышление и говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Сегодня хотелось бы продолжить вот это вот видео, когда я говорил по поводу того, какие облигации можно покупать с плавающим купоном. Расскажем в отдельном видео. Итак, что такое облигация с плавающим купоном? Это облигации, которые в процессе эмиссии, в процессе выпуска не определяют ставку купоном. Или они могут определить ближайшие периоды выплаты, когда выплачивается ставка, к чему она привязывается, и потом сказать, а вот через 3 года там подумаем. И там подумаем, все равно есть определенные элементы, к чему будет привязана ставка купона, по которой выпускаются облигации. Для чего выпускаются такие облигации? И, как правило, таких облигаций бывает меньше, чем облигации с фиксированным купоном. По той простой причине, что когда у вас есть номинал облигации, когда у вас есть ставка купона по облигации и срок погашения облигации, это удобно и самому заемщику, кто выпускает облигацию. Раз. Это удобно и кто является кредитором, по сути, да, кто покупает эту облигацию, потому что в этом случае может прогнозировать определенные денежные потоки. При этом получается, что в условиях, когда в экономике все достаточно хорошо, в условиях даже не когда хорошо, как раз таки, а когда происходит какой-то коллапс, происходит какой-то кризис, и нужно запустить экономику, нужно провести стимулирующие меры. Эти стимулирующие меры проходят посредством снижения процентных ставок. То есть мы всегда видели и наблюдаем, да, что когда экономика начинает падать, когда экономика в рецессии, центральные банки для того, чтобы заблазить экономику, начинают снижать процентные ставки и снижать очень сильно, то, соответственно, процентные ставки снижаются очень резко и очень сильно, но при этом кредит под эту процентную ставку сложно получить раз. Два. Волатильность в принятии решения, то есть когда центральные банки непоследовательны, нестабильны, когда непонятно, что прогнозировать с экономикой, Возникает спрос на некие инструменты кредитования с плавающей процентной ставкой. То есть, получается, сама премия, которую зарабатывает кредитор, она заранее определена. И иногда бывают и кредиторы, и заемщики. Заемщики могут получить более дешевые деньги в период низких процентных ставок, когда она бывает плавающая. Не нужно пересматривать условия кредитного договора. Не нужно следить с экономикой, не нужно следить за процентной ставкой центрального банка. Вы можете, в принципе, как заемщик сказать, вся моя задача, которую я хочу достичь, она сводится к очень простой истории. Я не хочу получить каких-то сверхвысоких доходов. Все, что я хочу, защитить свои деньги от инфляции. Дайте мне инструмент, который позволяет мне получить доходность на уровне инфляции плюс какой-то определенный процент. И кредитору тоже порой выгоднее, если инфляция замедляется, если потребительская активность снижается, если процентные ставки находятся на низких значениях, то ему выгоднее взять кредит с плавающей процентной ставки. Особенно, когда процентные ставки очень низкие. Поэтому есть купон, привязывается к чему-то переменному, к ставке инфляции, к ставке центрального банка. И плюс какой-то гарантированный доход, который получается на вложенные денежные средства. Я обещал, что я запишу видео, какие облигации в текущий момент могут быть наиболее интересны. И почему, самое главное, они интересны в настоящий момент. Потому что в настоящий момент происходит следующее. У нас, у центрального банка российского, сейчас ограниченный инструментарий, который позволяет удерживать валютный курс. То есть, если раньше у центрального банка были золотовалютные резервы, он мог часть этих резервов продать для стабилизации курса. В настоящий момент из-за санкций эти резервы заблокированы. То есть, центральный банк не продать валюту не может, не купить валюту не может. И поэтому он повлиять может на курс валюты через монетарную политику, через ужесточение монетарной политики, через то, что он повышает процентную ставку. Это приводит к тому, что прекращается отток капитала, что рубли с привлекательной процентной ставки становятся интересные, чтобы доллары не покупали. То есть, чтобы спрос из доллара ушел в рубли. Или даже не ушел, а просто как бы погасился, чтобы рубли перестали забирать у банков. И в этом случае центральный банк может только управлять процентной ставкой, повышая ее или понижая. И сейчас уникальная ситуация заключается в том, что, и это, кстати, впервые в современной истории России, такая разница между инфляцией, которую мы наблюдаем, по крайней мере официальными цифрами инфляции, и то, какая денежно-кредитная политика у центрального банка. Очень многие экономисты говорят, что необходимости в таком повышении процентной ставки со стороны центрального банка нет. Но так как количество инструментов, которыми может центральный банк управлять валютным курсом, у него ограничены, и основной инструментарий у него отобрали, это валютные позиции, которые может оперировать. То есть, он и продать доллары не может, они заблокированы, и купить не может. Потому что, если он купит, все равно придут на счет ОЦБ и тут же блокернутся. Поэтому даже при наличии рублей он не может купить валюту с рынка. И таким образом получается, что вот этот вот разрыв, который мы наблюдаем в настоящий момент, между реальной инфляцией, которую имеют, и текущей процентной ставкой, от которой зависит доходность облигаций, он, соответственно, увеличился, он достаточно большой, там чуть ли не в два раза составляет, что ожидают инфляцию по итогам 2023 года в районе 7, может быть, 7,5%. Ставка центрального банка на ноябрь 2023 года составляет 15%. То есть, что нужно использовать, да, и желательно, и центральный банк говорит и заявляет, что возможно мы еще, во-первых, долго, это не какой-то короткосрочный момент, мы можем долго держать денежно-кредитную политику в жестком плане. Второе, мы можем еще даже повысить. И по-хорошему в этом случае можно, первое, этот разрыв зафиксировать, купив облигации с фиксированным купоном, в настоящий момент порядка 13% десятилетней облигации предоставляют доходность. Второе, можно для компенсации непрогнозируемого риска, как долго центральный банк будет удерживать эту процентную ставку на высоких значениях, будет ли он еще повышать, этого никто не знает. Что будет завтра, никто не знает. Поэтому, с одной стороны, можно покупать облигации с фиксированным доходом и зафиксировать для себя доходность на 10-13%. Второе, можно купить облигации с плавающим доходом. Это, соответственно, вы сейчас видите на слайде, то есть, первая облигация это УФС 52002. Облигация федерального займа, вы даете в долг правительству России. Доходность облигации привязана к официальной цифре инфляции. Будет инфляция расти, будет курс доллара, который там достиг 95-100, оказывать инфляционное давление на российские товары, значит, будет повышаться инфляция, значит, вы будете получать повышенный доход. И, помимо всего прочего, в этой облигации возникнет дополнительный спрос и облигация сама по себе может вырасти в цене. Второе, это облигация Газпром Капитал 0,7, соответственно, она привязана к ставке РОНИ плюс 1,3%. То, про что я рассказывал. Что такое РОНИ? Это ставка, привязанная, по сути, к ставке Центрального банка России. А ставка Центрального банка России зависит от инфляции, в свою очередь. И здесь, получается, вы получаете ставку Центрального банка России плюс 1,3%. То есть, 1,3% маржа постоянная, плюс плавающая ставка РОНИ, которую получаете, очень близко к инфляции. Ну и третье, это от Внешэкономбанка, единственного, кстати, банка, который в настоящий момент является 100% государственным. Это ВБР-37, ставка РОНИ плюс 1,8%. Тоже компенсационный механизм. Непонятно, что будет завтра с инфляцией, что будет завтра с курсом доллара. Если хотите защитить денежные средства от инфляции, в комбинации, опять-таки, с фиксированным доходом в размере 52 тысяч рублей на индивидуальном инвестиционном счету, отличная может быть история, которая обеспечит рублевую доходность в районе по 17-20%. Хороший инструмент, который непосредственно можно использовать. Даже просто, чтобы на фондовом рынке получить сопоставимую дивидендную доходность, надо очень хорошо постараться посмотреть, что позволит получить такую доходность. Но при этом, опять-таки, негативной стороной данных выпусков облигаций является, что ставка плавающая. Если центральный банк начнет снижать процентную ставку, доходность по облигациям тоже снизится. Но, опять-таки, если у вас есть компенсирующий механизм в форме облигаций с фиксированным купоном, они вам это компенсируют. Как это все построить? Как выстроить? Получить большее количество облигаций для диверсификации инвестиционного портфеля? Все это мы проводим на бесплатном мастер-классе, который проводит партнер проекта MaxCapital Вячеслав Болянов. Ссылку на вебинар вы можете получить внизу под данным видео. Проходите, бесплатно получайте эту информацию, зарабатывайте от текущего диссонанса. Это редко, друзья, редко такое бывает, я вам точно могу это сказать. Я с 2005 года на рынке ценных бумаг такой разрыв. У нас сейчас именно из-за санкционных вещей возникает вот такой вот разрыв. Возникает разрыв с тем, что у нас инструменты с фиксированным доходом обеспечивают реальную доходность выше, чем инфляция. У нас облигации с плавающим доходом обеспечивают доходность больше, чем доходность рынка акций. У нас еще есть налоговые вычеты, которые можно непосредственно использовать. Поэтому очень и очень сильно хочу сказать, не надо сейчас тупить, не надо сейчас бояться. Рынок таким неэффективным бывает достаточно редко. Неэффективность уходит быстро. Я думаю, что текущие условия, в которых поставлены, простое физическое лицо с небольшими доходами, он может прямо сейчас использовать текущую возможность для того, чтобы кто-то на 10 лет может себя зафиксировать доход от государства. Доходность от облигации федерального займа на уровне 13%. То есть если доходность 10%, это в 1,3 раза у вас увеличится капитал. То есть на 130%. Если посмотреть в более рисковые инструменты, можно получить доходности 15-18%. 18%. В то время как ожидаемая форвардная дивидендная доходность российского рынка в следующие 12 месяцев находится на уровне 6,8-7. То есть вам инструмент с фиксированным доходом по купону сейчас доход дает в 2 раза ожидаемой дивидендной доходности российского рынка ценных бумаг. Используйте спокойно, для инвестора этот инструмент более спокойный, более прогнозируемые доходы. Осуществляйте с энергией с налоговыми вычетами и приумножайте свой капитал. Понравилось видео? Пожалуйста, поставьте лайк, оставьте свои комментарии, как вам данное видео, чего не хватило, может быть чего-то больше. Обязательно приходите на бесплатный мастер-класс. У меня же сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok